Норвегия Норвегия В Телеграм появился новый формат рекламы. Мессенджер готовится к релизу новой функции Stories. Глава компании Павел Дуров еще во время анонса подчеркивал, что они будут конфиденциальными и не будут занимать много полезного пространства. Кроме того, стало известно, что Stories можно будет легко скрывать, переместив с главного экрана в раздел «Контакты». С тех пор все ближе к релизу стали появляться новые детали грядущей функции. Все нововведения являются лишь предположением на основе строк-кода и данных из платформы переводов. В рамках Stories может появиться новый формат встроенной рекламы, сообщает канал Telegram Info со ссылкой на обновленный исходный код в официальном репозитории Telegram Desktop на GitHub. Формат рекламы будет следующим. Он будет включать в себя картинку, текст и ссылку. Последнее может ввести и на внешний ресурс. Для этого Telegram добавит отслеживание переходов по рекламным ссылкам. Лимиты в Stories, вероятно, будут отличаться для премиум подписчиков и обычных пользователей. Например, для первых будет доступно 2048 символов подписи к истории, для последних – 200 символов, и для первых будет регулирование времени доступности, а для последних – нет. Также предварительно у обычных пользователей будет лимит на количество публикуемых историй. Кроме того, появится возможность пожаловаться на Stories. Авторы смогут видеть всех, кто их посмотрел. Еще у пользователей будет возможность отмечать в Stories людей, отключать уведомления для истории, архивировать истории от контактов отдельно от чатов с ними, выбирать определенные истории для их отображения в профиле. И Telegram, вероятно, позволит приватно отвечать на истории, пересылать их кому-то, отключать ответы на истории и ограничивать скачивание, скриншоты и запись экрана при просмотре истории, а также включать уведомления от пяти самых близких пользователей. Китай первым в мире ввел правила регулирования генеративного искусственного интеллекта. Семь регулирующих органов КНР во главе с администрацией киберпространства Китая совместно опубликовали предварительные и подробнейшие правила, которые вступят в силу 15 августа. Штрафы за связанные с генеративным искусственным интеллектом нарушения, ранее достигавшие от 10 тысяч до 100 тысяч юаней, убрали. Поставщики услуг искусственного интеллекта должны придерживаться основных социалистических ценностей и не создавать контент, который подстрекает подрыву государственной власти и свержению социалистической системы, ставит под угрозу национальную безопасность и интересы, наносит ущерб имиджу страны, подстрекает к отделению от страны, подрывает национальное единство и социальную стабильность, пропагандирует терроризм, экстремизм, национальную независимость и этническую дискриминацию, насилию, непристойность и порнографию. Искусственный интеллект и чат-боты не должны генерировать ложную и вредную информацию, не должно быть дискриминации по этносу, вероисповеданию, стране проживания, полу, возрасту, профессии и состоянию здоровья. Разработанные в Китае чат-боты и модели искусственного интеллекта уже имеют встроенные функции, гарантирующие, что создаваемый контент не содержит нежелательной информации. Некоторые чат-боты просто перестают работать, если пользователь использует определенное нежелательное слово. Субтитры создавал DimaTorzok